добрый день дорогие друзья меня зовут юрий бажан я стойлер токарь веду свой канал на ютюбе раньше он был только про токарное дело сейчас я немножко начал касаться мастерской и сегодня я хочу с вами поговорить еще раз про заточку резцов и сегодня мы будем говорить вот про этот станок jet gsg 10 это копия тармека или может быть там как бы клон тармека чем-то не отличаются чем-то не похоже но суть в том что это низкооборотный станок то есть заточка происходит при малых оборотах у меня есть видео про заточку рейра я думаю что многие наверное вы смотрели и там я говорил что вот эти станки фуфло не то что фуфло а то что они не стоят своих денег вы знаете я его купил и мне свое в общем то если поменял то не очень сильно этот станок в принципе неплох хорош но он обладает определенными особенностями сейчас я пытаюсь вам про них рассказывать когда только я его купил что приехал такой в коробке весь красивый я все туда вынул посмотрел какая красотища и когда его покупал я сразу же продал свою старую точилу то есть человек приехал забрал старое точило уехала я такой доволен радостно начал распаковывать вот я стану кстати его распаковал и понял попробуем точить я понял что ничего я заточить вообще не могу то есть у меня ничего на нем не получается то есть я элементарные ноже точно мечет не могу я не могу заточить полукруглый резец неё динрерwy но не могу заточить могу что я затащить на нем это железку для рубанка и это месяц я был настолько поражен и не было так настолько грустно что я вообще хотел написать ну снять такой прям вот разгромный отзыв о проект станок то есть думаю прям разнесу в пух и прах на самом деле так и есть то есть понимаешь в чем дело то есть эта штука крутится очень медленно и когда ты подносишь резец к нему ты не можешь выдержать угол и чтобы выдержать угол тебе нужно пользоваться обязательно приспособление а приспособление к нему нет это печально и грустно но вернее они есть данных надо покупать то есть там станок стоит 20 там чем-то тысяч и каждое приспособление по полторы тут я еще раз загрустил потом я немножко остыл что-то на это станок чертня пока другая работа а потом мне надо было все-таки работать и я купил еще вот такой станок дополнительно этот станок самый простой вихрь стоит он 3000 рублей 200 миллиметров тут круги и в принципе вот этот вихрь нормально все точно но я как бы закусился то есть ну думаю что сидят может продать его там или еще что-то я решил все-таки его добить и для того чтобы его добить мне пришлось сделать самому заточные приспособления вот таким образом то есть мой любимый резец это ноготок скребочек ноготочек и понимаете вот если точить все пред без приспособлений ноготок приходилось бы точить вот таким образом вот и вот это вот расстояние удержать невозможно на руках когда у вас быстро оборотный быстро оборотная точила да то есть вы просто вставили поставили повернули вот так вот этот ноготок и все он заточился а здесь фиг и мне пришлось такую элементарную вещь то есть что это такое это площадочка из фанеры которая вот сюда надевается вот выравнивается угол в принципе тут вот есть очень модный транспортирование вот такой то есть это распортир как бы прикладывается к точилок самому кругу да и показывает угол под которым он там должен точить только не так прикладываться вот так на глаз поэтому я устанавливаю эту штуку сюда прицеливаюсь зажимаю вот эти винты и после этого у меня ноготок очень даже неплохо затрачивается вот этого оказалось мало потому что у меня появились расточные рис и вот такого плана то есть они закруглены на этой площадке его удается заточить только до этого момента вот до сюда поэтому буду делать такую же площадку только г-образным вот сюда еще то есть вот так чтобы проходилось точить не будут ничего такого сложного нет в исходном станке есть такое приспособление вот она как раз подходит очень хорошо для заточки месяца то есть месяц ставили я вот здесь на месяц ли на нанес риску я вам сейчас я тоже покажу ставили зажали поставили свет на трубу вот высоко стоит и все и месяц точится 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 неправильно поставила нужно поставить его вот таким образом вот и вот так перемещая его вправо-влево принципе очень неплохо но затачивать но как бы месяц да мы заточили ноготок мы заточили нам нужно еще приспособление которое будет затрачивать нам реле и вот в принципе я его сделал я с железками не очень дружу с фанерой в основном работу то есть и вот я его сделал с фанерой работает только в путь составляется с ударе зажимается винтом устанавливается с этого сюда и вот таким образом прокатывается по барабану сейчас он выскочил ну сейчас зажму давайте подальше вставим то есть вот вот таким вот образом более того я это приспособление сделал универсальным то есть я сделал еще вот такую ногу вот она нога втыкается и под эту ногу у меня есть здесь отверстие вот я могу теперь его заточить вот здесь то есть зачем я эту ногу делал понимаете вот на этом станке заточить реер хотя у меня реера так скажем из стали не самый лучший в мире но вот заточить реер это прям гигантская проблема то есть ты стоишь и точишь и точишь и точишь и это так долго то есть поэтому я предварительный слой снимаю на этом станке я сначала его обтачиваю здесь и здесь уже довожу вот что хочу сказать как вода про станок понимаете ну бляха но это не для токарейся то есть заточить резинец ну так вот есть у меня был только этот станок этого не было бы да то есть я бы на каждый на каждую заточку потратил по часу наверно а если мне хочется перетащить а если я хочу вот такой угол а если хочу вот это вот и вот это все вот этот станок вам сделать не позволит то есть этот станок для доводки он больше как бы шлифовально полировали он называется правильно то есть так и есть он нифига не заточной то есть заточить что-то на этом станке большая большая проблема и что могу сказать да то есть на самом деле был я прав когда я говорю что это станок не для нас да то есть это станок для тех ребят у которых масса времени то есть вот есть них рубанок хотят они железку заточить заточат отлично будет железка это за точно прямо как вот сиять как у кота яйца как говорят да здесь заточил здесь отшлифовал отполировал верный все красотища а вот если точить например топор там или там резец даже такой есть помню например инструментальные стали бы из нормального это был вообще кошмар на этом станке достаточно проблематично и не надеетесь что вы купите станок и обойдетесь без приспособлений ничего у вас ребята не выйдет с этим делом то есть без приспособлений эта штука не работает это грустно очень и печально но вот это так и есть на самом деле то есть фирма тормяк который все это дело нам представляет она что делает она делает вообще три камня то есть камень один у тормяка три камня там у них там самый грубый потом средний потом там прям космический какой-то там камень да то есть ты должен купить станок тормяк купить три камня потому что первый грубый то есть вы дали будешь снимать грубо потом на среднем средне и на уже оконечном да окончательно больше давали изделия вот кроме этого ты должен купить приспособление то есть для заточки ножей для заточки полукруглых стамесок для заточки реев для заточки там вот таких вот рисов то есть эти все деньги и как бы деньги нифига не маленькие то есть чтобы вот пользоваться этим станком надо потратиться и потратиться прилично то есть мне почему-то казалось что я сейчас выкуплю и он эх я тут как дам только во-первых нифига тут нет когда до точить очень долго то есть я бы токарям бы все таки бы вот этот станок бы не очень бы советовал если конечно у вас там кит космические весы которые за . держит там мега круто долго да и вы уже точно знаете все углы которые вам нужны тогда наверно можно можно для того чтобы вот именно сделать его прямо четким а вот так точить вихрь немножко убьет диски сейчас они немножко не вести круги сейчас они покрутятся я думаю собьется вот вот по большому счету вот этого станка для заточки токарных резцов достаточно ну то есть можно купить не вихрь там а макит какой-нибудь она в четыре раза дешевле чем вот этот в принципе все те же самые приспособления предспособление просто делать к этому станку а не к этому то есть вот этот мокрый камень это для тех ребят которым нужно снимать волосяную стружку на рубанке то есть если у вас есть такая потребность пожалуйста я не буду рекомендовать вас для токарных работ пусть меня фирма jet проклянет что лишит меня всех скидок остальных там до которой они медали но это не для токарей вот мое мнение у каких-то токарей может быть другое мнение мое мнение вот такой все до свидания с вами был юрий баржан всего хорошего